Лыжи мечты. Всероссийский социальный проект, направленный на реабилитацию детей с ограниченными физическими возможностями, набирает обороты на Южном Урале. Квалифицированные инструкторы горнолыжного курорта «Солнечная долина» проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и другими. Также Мянский курорт единственный, куда привозят на занятия глухих и слабослышащих ребят. Очередной групповой заезд был сегодня. Многие из привезенной сотни мальчишек и девчонок встали на лыжи впервые. Программа «Лыжи мечты», основанная на многолетнем зарубежном опыте, существует в России недавно, около пяти лет, и была запущена по инициативе телеведущего и шоумена Сергея Белоголовцева. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» – третий центр в стране и единственный на Урале, где с помощью горнолыжных занятий проходит реабилитация детей с ограниченными возможностями. Первоначально этот проект был рассчитан на детей с таким сложным диагнозом, как ДЦП. Однако сейчас в МИАСе такие занятия проводят с глухими и слабослышащими детьми, которых у нас в области порядка 800 человек. Уроки ведут специально обученные инструкторы. В плане, что по глухнимым, здесь в принципе дети все стабильные, все физически практически здоровые, здесь большой разницы нет. Разница большая только в таких сложных болезнях, как ДЦП, аутизм и так далее. Во-первых, там идет дополнительное оборудование, которое помогает не стоячих ребят поставить, придерживать специальных оборудований и возможность с ними просто скатиться хотя бы со склона. И еще ряд вспомогательных инструментов, которые помогают как-то придерживать их на лыжи. Сегодня на групповые занятия приехали воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей из Челябинска. Это их первое посещение Солнечной долины. Хотя на своих уроках физкультуры учителя стараются приобщать детей к спорту, в том числе и зимнему. Это и на самочувствии хорошо сказывается, и настроение поднимает. Дело в том, что это же и общее развитие идет, потом они к социуму уже приобщаются, но и дружба, наверное, крепчает, но и, конечно, самое главное – это здоровье. Сами ребятишки также рады выехать за пределы города и на свежем воздухе провести часовой урок физкультуры. Вначале проводится разминга-инструктаж, где школьникам показывают, как правильно ездить на лыжах и как безопасно падать. Семиклассник Данила Ахмедшин увлекается многими видами спорта – волейболом, футболом, баскетболом, но не прочь обучиться и лыжному мастерству. На горные лыжи спирать пришел, а простые лыжи много раз катался. Уже первые занятия группы участников доказали, что благодаря программе «Лыжи мечты» у детей увеличивается подвижность в суставах, улучшается координация, возрастает стойкость к простудным заболеваниям. Также это отличный способ социальной и психологической реабилитации не только детей, но и их родителей. У нас планы, чтобы эти дети съездили несколько раз. То есть фактически все-таки мы пытаемся, чтобы они сделали эти занятия систематическими. Значит, понятно, что мы детей оздоравливаем. И смысл у нас еще есть, что дети, мы будем отбирать детей, которые будут участвовать в дальнейшем соревнованиях, участвовать и в сурдо-олимпийских играх. Данный проект возник на горнолыжном курорте «Солнечная долина» не на пустом месте. Уже накоплен богатый опыт работы в проекте «Уроки здоровья. Горные лыжи и сноуборд», которым охвачено более 13 тысяч южноуральских школьников. Теперь ребята с ограниченными физическими возможностями получат шанс улучшить здоровье, самооценку и реализовать себя в зимних видах спорта.